На ближайшем Квартским воротам причали гостей, встречали торжественно с участием официальных лиц. Агентство, организующее это путешествие, предложило своим клиентам однодневное посещение незнакомого города. Название города держалось в секрете до последнего момента. Во время таких туров пассажиров встречают по-особому, организуют для них специальную программу и развлечения. Венсплс такое судно прибыло впервые. Пассажиры лайнера были в основном из Великобритании. О Венсплсе и о Латвии они ничего не знали. Мы были в Германии, Норвегии, Швеции и Дании. А раньше вы что-нибудь знали о Латвии? Я знал, где она находится. И это все? Да. Прекрасно. Красивые цветы, не говоря уже о скульптурах коров. Очень интересно. Вы бывали в Латвии раньше? Нет. Знали что-нибудь о нас? Боюсь, что нет. На самом деле очень хорошо, хотя я не могу далеко ходить, у меня болит спина. Мне нравится очень красиво. Это очень хороший круиз. Мы не знаем, куда направимся дальше, потому что это было тайной. Вы впервые в Латвии? Нет, я бывал в Риге. Что вам больше нравится, Рига или Венсплс? Мне больше нравится Рига. Я там был дольше, поэтому трудно сравнить. Туристов в Венсплсе встречал духовой оркестр. После торжественной встречи пассажиры направились на экскурсию по Венсплсу. За несколько часов их познакомили с замком Ливонского ордена, домом ремесел и паровозиком. Представители Венсплса и капитан судна обменялись памятными табличками. Англичанам нравятся сады, так же, как и нам им нравятся цветы. Хотя улицы все ровные, все-таки есть места, где человек может споткнуться. Надо над этим подумать. Этот визит тщательно планировался и готовился. Представители туристического агентства заранее явились в Венсплс и оценили инфраструктуру. В конкуренции с Лепой и Клайпидой в этот раз лучшим оказался Венсплс. В случае положительных отзывов будут организованы еще два таинственных круиза в Венсплс, но уже в следующем году.